Низкий порочный человек, который мнит себя великим и не оказывает должного почтения тем, кто выше его по происхождению, аскетичности, образованности, благонравию или кто занимает более высокое положение в системе Варн и Ашрамов, еще при жизни становится подобен мертвецу, а после смерти падает вниз головой в ад Кшара-Кардама. Там слуги Ямараджа хватают его и подвергают страшным истязаниям. Комментарий. Перевод стиха. 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 друг другу. И вот эта склонность желать почтения в свой адрес относится к гуне страсти. Из-за этого люди, им нет дела до других. Они не учитывают ситуацию или какие-то трудности, в которых находится другой человек. До тех пор, пока у них все хорошо и их самих уважают, им нет дела до других. И из-за этого они могут становиться причиной страданий и трудностей для других. И поэтому они должны страдать от кармических реакций. Они получают тело, чтобы страдать в адских условиях и также страдания в следующей жизни. Оставляя свое нынешнее тело, они в тонком теле отправляются в адские условия. И затем получают новое тело и страдают там также. В обитель Ямараджа обычно попадают в тонком теле. И там они проходят через различные наказания и это является подготовкой к следующему телу. Можно заметить, что в традиции вайшнавизма очень сильно подчеркивается смирение. Нужно повторять святые имена Господа в смиренном состоянии ума. Считая себя ниже травы, лежащей на дороге, нужно быть более терпеливым, чем дерево, избегать от чувства ложного престижа и быть готовым оказать полное почтение другим. В таком состоянии ума человек может воспевать святые имена Господа постоянно. В Чайтанья Чаритамрите говорится, что нужно нанизать этот стих, как бусы, на нить святого имени и носить на своей шее. Это означает, что это один из самых важных стихов для преданных. Может быть даже самый важный. После воспевания Харе Кришна это наставление является самым важным. ниже, чем трава на дороге. Все ходят по траве. Но трава, она не жалуется. И точно подобно же этому, более терпеливым, чем дерево. Люди могут или срубить, или порезать дерево, или что-то ножом на нем написать. Дерево также терпит все погодные условия. Сильный жар или сильный холод, мороз. Тяжелые сильные дожди. Но оно не жалуется. Это пример, показывающий, насколько терпелив должен быть преданный. И также преданный не должен ожидать почтения или уважения в свой адрес. Но он всегда готов служить другим преданным, прославлять их и возносить им молитвы. Итак, смирение является очень важной чертой характера для преданных. И если преданный смиренен, он может очень легко жить в обществе преданных. Он может легко сносить любые трудности. В материальном мире постоянно возникают какие-то разнообразные сложности или трудности. И гордые материалисты, они как бы возбуждаются или гневаются, сталкиваясь с такими трудностями в жизни. Но смиренный преданный, он понимает, что такова природа материального мира. И нет смысла слишком сильно беспокоиться о каких-то трудных условиях. Мы должны терпеть. И принимать прибежище у Кришны. Пример показывает нам царица Кунти. И также Пандавы. Они, находясь в изгнании, проходили через очень суровые трудности и испытания. Они привыкли к роскошной и комфортной жизни, будучи царями. Конечно же, они были хорошие тренировки в их детстве и детстве. Но, конечно же, они в своей молодости прошли через хорошее обучение в Гурукуле. Но как цари, естественным образом, у них было достаточно комфорта. Но затем они были отправлены в ссылку. И должны были жить в очень сложных и аскетичных условиях в лесу. Но, будучи великими преданными, они терпели все эти трудности. И Кришна помог им. И они были способны пересечь все эти препятствия. Как Кришна говорит в Бхагавад-гите, «Мат-чита-сарва-дургани, мат-пасадат-таришаси». Если вы становитесь осознанным о Мне, вы можете пересечь все эти трудности материальной жизни по Моей милости. Как Кришна говорит в Бхагавад-гите, «Если ты будешь осознавать Меня, то по Моей милости ты преодолеешь все препятствия материальной жизни». Но если ты будешь действовать, основываясь на ложном эго, не будешь Меня слушать, то ты потеряешь себя. Материальная энергия собьет тебя с толку. Но если ты будешь в Сознании Кришна, и даже из-за самых сложных ситуаций, она может быть разрушена по милости Кришны, и благодаря разуму, который Кришна даст. Поскольку преданный не отождествляет тело самим собой. Он понимает, что он духовная душа. А духовную душу нельзя убить или разрубить никаким оружием, и нельзя сжечь никаким огнем. Она всегда существующая. И поэтому она преодолеет все материальные условия. Материальные условия меняются всегда. Конечно, мы пытаемся как-то приспособить вещи, чтобы они были наиболее благоприятными. Кришна дает разум, как приспособить нашу деятельность к материальной энергии, которая окружает нас. И как использовать материальную энергию таким образом, чтобы она способствовала духовному возвышению. Конечно, материалисты пытаются превзойти, победить материальную энергию и выжать из нее какие-то материальные наслаждения. И иногда из-за этого они разочаровываются и гневаются. Преданный также манипулирует материальную энергию, но он использует ее для служения Кришны. Он видит ее как одну из энергий Кришны. Поэтому с ней нужно обходиться или использовать ее также осторожно. Чтобы получить более благотворный, благоприятный результат от своей связи, от своего контакта с материальной энергией. а не быть сбитым с толку материальной энергией. Но напротив, сознание должно быть сосредоточенным на Кришне. Это самый важный вид деятельности. Самая важная деятельность — быть в сознании Кришны. И тогда материю или энергии, которые окружают нас, мы видим как энергии Кришны, и мы используем их позитивно в сознании Кришны. И пандавы знали, понимали, как сделать это, когда они находились в лесу. А когда они попадали в совсем уж сложные ситуации, они просто принимали вребежище у Кришны. И Кришна проявлялся перед ними и помогал им. И позже, когда они одержали победу в битве на Куракшетре, и Махарад Юдистир стал императором, они опять стали жить в комфортных условиях. И Кришна остался с ними после битвы. Он помогал, принимал участие в коронации Криштиры и помогал провести ритуалы. И затем он решил вернуться обратно в Двараку, чтобы вернуться к членам своей семьи. И царица Кунти стала просить Кришну, пожалуйста, останься подольше, поскольку мы очень хотим иметь Твое общение, быть с Тобой. И она даже выражала свои мысли так, говоря, что я хочу, чтобы эти трудности приходили снова и снова. Поскольку это было причиной того, что мы снова и снова вспоминали и обращались к Тебе. Поскольку помнить о Тебе – это единственный способ, как можно преодолеть океан рождения и смерти. И таким образом трудности могут являться возможностью, результатом которой является, что наше памятование о Кришне усиливается. Конечно, это не означает, что преданный так откровенно ищет трудности. Преданный озабочен только тем, чтобы выполнить свои предписанные обязанности. Если преданное служение выполняется легко, гладко и эффективно, то это даже лучше. Преданный хочет быть продуктивным, эффективным в своем служении. Предлагая Кришне наиболее лучшие результаты. Но всегда в этом мире происходят какие-то трудности. И преданный тогда использует разум, как это применить в служении Кришне и продолжает свое служение. И иногда он получает очень хороший результат. Но он не гордится, думая, что я такой разумный, я так много сделал. Напротив, он дает заслугу Кришне и преданным Кришне. Я был способен сделать что-то, потому что Кришна дал мне разум и потому что мой Гурадев дал мне наставление. И по их милости я был способен сделать что-то. Конечно же, если преданный попадает в какие-то трудности, то и тогда он не обвиняет Кришну. Он думает, что на самом деле я заслужил еще более худшей ситуации. Но Кришна уменьшил эти трудности, эти сложности, поскольку я воспеваю Харе Кришну. Когда у Ширилы Прабхупада был сердечный приступ, это было в 1967 году, он вернулся в Индию на 10 месяцев. Он говорил, что на самом деле я должен был умереть. Но Кришна спас меня, поскольку я должен сделать определенное служение, сделать это движение сильным, до своего ухода. И Ширилы Прабхупада говорил, что я должен был получить более тяжкое наказание. Так мы можем видеть смирение Прабхупада. Он не думал о себе как о какой-то великой или очень чистой личности. Напротив, он говорил, что я заслужил какое-то наказание. У меня нет никакой квалификации. Моя единственная квалификация заключается в том, что я пытаюсь выполнить приказ своего духовного учителя. Конечно же, только это само по себе, это уже означает великую или квалификацию. Есть один очень хороший пример в Играх Господа Чайтанья. Однажды Господь Чайтанья пришел в Шри Рангам. Он зашел в храм Ранганат. И там он увидел одного брахмана, который не мог должным образом читать. Но он пытался читать Бхагавад-гиту. А другие брахманы над ним смеялись. Но Господь Чайтанья посмотрел на него, и он видел, как брахман плачет, читая Бхагавад-гиту. И он спросил его, дорогой брахман, почему ты плачешь? И он сказал, мой духовный учитель сказал мне читать Бхагавад-гиту каждый день. Но я не могу должным образом читать. Но я пытаюсь, все-таки я пытаюсь это делать. И в своем уме я вижу Кришну, находящегося на колеснице вместе с Арджуной. И поэтому слезы появляются у меня на глазах. И Господь Чайтанья обнял его. И сказал, ты настоящий преданный. Ты понял истинную суть Бхагавад-гиты. То есть, человек должен пытаться выполнить наставление, приказ своего гуру. Даже если это сложно. Даже если он не так уж квалифицирован. Со всей своей искоренностью нужно пытаться выполнить наставление гуру. Это важно. И Кришна может дать ему разум. Кришна Даскавирадж Госвами также говорит, что у меня нет квалификации писать Чайтанья Чаритамрита. Но благодаря могуществу, благодаря силе, которую дает Панчататва, слепой может увидеть звезды в небе, а хромой может перейти через горы. Это то, в какое положение, позицию, в какую ставит себя преданный. Он очень смиренен. Но в то же время он гордится Кришной, он гордится своим гуру и он гордится Вайшнавами. И он изо всех сил пытается помогать им и служить им. И они дают ему силу и разум. И таким образом мы можем видеть, что многие преданные, они выполняют какие-то очень серьезные задачи. Находясь вот из этого смиренного положения, они получают полномочия. Но если кто-то думает, я такой великий, я такой замечательный, он находится в иллюзии. Он создает беспокойство для себя и для других. И преданные должны быть осторожны с этим. В третьей песне Бхагаватам Капиладев говорит, как преданные иногда попадают под влияние гун природы. Он говорит, что если преданный попадает под влияние гун на невежество, он начинает думать, я самый лучший преданный. Я делаю так много служения. А другие преданные не делают много служения. И вот так он начинает гордиться. И он также может начать завидовать другим преданным. И даже гневаться, злиться на них. И Капиладев называет это умонастроение сепаратиста. Он не находится в умонастроении сотрудничества и смиренного служения по отношению к преданным Кришне. Напротив, он создает дисгармонию среди преданных. Может начинает спорить или даже драться. Иногда даже такое можно увидеть, драку. Редко, но мы видели. Мы такого видеть среди преданных не хотим. Мы хотим видеть, что преданные способны сотрудничать друг с другом, помогать друг другу и так служить Кришне. И Капиладев говорит, что если преданный находится под влиянием страсти, то тогда он хочет стать известным или богатым через посредства преданного служения. И это опять-таки умонастроение сепаратиста. И это причиняет беспокойство в обществе преданных. Лучше, когда преданный находится под сильным влиянием гунны благости. Тогда он ведет, ему нравится быть очень осторожным относительно своего поведения. Он ведет размеренную, упорядоченную жизнь. Он прилагает усилия в том, чтобы контролировать свои умы и чувства. Он следует различным правилам и различным принципам преданного служения. И признаком такого преданного является то, что его настроением, его мотивом является духовный прогресс. Он хочет прогрессировать. Но вот этот мотив сам по себе также мы можем назвать эгоистичным желанием. Но все-таки это хорошее эгоистичное желание. Это гораздо лучше, чем считать себя лучше всех остальных или пытаться стать известным. Это позитивно. Но это не высший уровень сознания Кришны. Более высокий уровень сознания Кришны — это когда преданный даже не озабочен своим собственным прогрессом. Он просто погружен в воспевание и преданное служение. Поскольку он как бы понимает, что духовный прогресс будет автоматически. Как, например, гопи. Когда у Кришны болела голова, Кришна попросил народу, пожалуйста, принеси пыль со стоп моих преданных. Я хочу поместить её себе на голову. И Нарада стал спрашивать разных преданных. Но все они говорили, нет-нет, мы так не можем. Если пыль с наших стопов идёт на голову Кришны, тогда мы пойдём в ад. Это оскорбление. Но когда Нарада спросил гопи, они сказали, да нет проблем, бери пыль и сколько хочешь. Мы не возражаем о том, чтобы пойти в ад. Лишь бы у Кришны прошла голова. Головная боль. Таково их настроение. Они не заботятся о том, что будет с ними. Они хотят лишь доставить радость Кришне. И так же, как Кришна и мальчики-пастушки, когда они входят, входили в пасть Агхасуры. Кришна зашёл первым. Не так. Мальчики-пастушки зашли первыми. Но они совершенно были беззаботны. Они понимали, что Кришна нас защитит. Таково настроение предного. Я буду просто погружён в преданное служение, а Кришна позаботится о духовном прогрессе. Даже если я не буду духовно прогрессировать, если Кришна этим доволен, ну и пусть. Это самое важное. Таким образом, преданный должен проживать свою жизнь в настроении служения. Служение Кришне. Служение Гуру. Служение Вайшнавам. Служение людям, человечеству вообще. Давая им сознание Кришны. И будучи готовым принять любые сложности и трудности. С твёрдой верой в то, что Кришна поможет мне преодолеть любые трудности. И вот так преданный предаётся Кришне. Есть 26 благоприятных качеств преданного. И одно из них главное, а 25 они вторичные. И главное качество – это преданность Кришне. И как результат предания Кришне автоматически развиваются остальные качества. Поскольку Кришна является вместилищем всех хороших качеств. Итак, погружая себя в сознание Кришны, в служение Кришне, хорошие качества не автоматически развиваются. Итак, ложная гордость является большим препятствием. И мы должны попытаться освободиться от этого. Посредством служения и общения. И благодаря постоянному воспеванию святого имени. гордость – это болезнь ума, ментальная болезнь. А ум нужно бить воспеванием Харе Кришны. Есть ли вопросы? У меня вопрос по теме. У нас в подъезде есть мужик, который курит весь дым у меня в квартире. У меня непредалимое желание ему палец сломать. Потому что он пьяница, он не понимает слов вообще. Но не по-вальштабски как-то. Но при этом у меня вопрос. Вот где границы между смирением и прощением? И вот необходимость отстаивать свои интересы? И можно ли при отстаивании интересов физически чего-либо сделать? Какой призначительный? Я имею ввиду, который смеет все. И все смеет все в моей плече. И у меня есть желание, чтобы идти к нему и бросить его пальцы. И вопрос в том, где есть правильный баланс? Ну вот насчет конкретного этого случая. Преданные должны следовать законам страны. И, к сожалению, курение разрешено. И поэтому, если пойдешь и правда сломаешь ему палец, то, скорее всего, посадят. Арестуют. И посадят в тюрьму. И там, скорее всего, заключенные тоже курят. Таким образом, приходится выбирать меньшее из двух зол. А может быть, просто закрыть окно. Не получается. Дым туда не сидит, на пятый этаж и там все. Все, через дверь и в квартире. Но можно сделать такие резиновые прокладочки, чтобы дым не заходил в дверь. Может быть, это дешевле. По крайней мере, все мирно. Можно что-то сделать, чтобы защититься. В любом случае, это не в твоей квартире происходит. Если бы это был сын или дочка, и они постоянно курили, тогда было бы сложнее. По крайней мере, он находится не в твоей квартире. Можно сделать что-то сделать, чтобы защититься, чтобы дым не проникал. Я думаю, это не очень сложно. Покупать ему сигареты с фильтром. Электронные? Прасаду ему кричать. Прасаду, фильтр, он в одну сторону будет. Да, конечно, можно дать ему прасаду, можно дать ему прасаду, можно дать ему прасаду, но если он настаивает, но тогда ничего не поделаешь. Нужно защитить себя. Сейчас я из лекций поняла, что желание прогрессировать, это эгоистическое желание. И в то же время Шил Прабхата говорит, что мы должны желать для нас Духу на мир, можно это сделать за одну жизнь. И как это совместить? Желать этого и не желать этого? Да, как я сказал, это нормально. Это не высшее, но все-таки… Это не самое высшее, но это позитивное желание. И из этого уровня можно пойти дальше, на более высокие уровни сознания Кришны. В общем, это является здоровым желанием. Но мы должны быть осторожны в том, чтобы это не стало причиной создания проблем для других преданных. Как бы мы пытаемся создать себе все условия для духовного прогресса, это может быть причиной, что мы как бы игнорируем других преданных. нужно просто быть осторожным в отношении этого. Нужно просто быть осторожным в отношении этого. Мы можем желать своего духовного продвижения, но также мы должны желать духовного продвижения другим. Ирмахаши правильно понял? Против чела, что Браман из Южной Индии, он как бы плакал не из-за того, что он увидел Кришну и Аджану на одной колеснице, ну как бы в переводе, да, к правилу чела? То, что он это сам увидел Кришну колесничью. Сейчас, извиняюсь, еще он про явление или что? Да, объявление. Там соседи просили, Тойота 207, 209, и Форд 207, там, и могут подсветить. Тойота и Форд просьба убрать. Абирамта Курсезе. Он улыбнул, не потому что Кришна был в одной черепе, но Кришна был череп-драйвером от Аджана. Да, я понял. Да, это так. Некоторые премии ругаются на Кришну. Ты просто смираешь – «деводители» из нашей социации? Или говораешь – «гопис»? Просто предназначают книги, допустим, которые описывают жизнь святых майшнанских или еще что-то, и некоторые святые, как, допустим, «бабхудас Бабхудас Бабхудас Бабхудас». Ругались на Кришну. Там, божества привязывались, Верёвки кидали в воде, ну, Гарм Кишордас Бабаджи. Таких преданных не нужно имитировать, мы не должны имитировать. У меня такой вопрос. Наша задача — развить сознание Кришны. Что такое сознание Кришны и как правильно его начать развивать? Это большая тема. Поэтому Шарила Прабхупада написал так много книг. Наши ачарии написали так много книг. Но если вкратце, то это помнить о Кришне и не забывать о Нем. И в особенности для нас это означает постоянное воспевание Хари Кришны. И использовать наши мысли, слова и дела в служении Кришне, насколько это возможно. И в современном понимании это означает служить движению Сан-Киртан и Господа Чайтани в сотрудничестве с другими преданными. Спасибо. 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 Спасибо.